Завершилась основная волна поступления в КФУ. Каковы итоги зачисления на бюджетную форму обучения? То есть не требуется ввести оригинал с города в город, и можно это сделать едино-секундно. Как проходит иммунизация сотрудников ВУЦа от COVID-19? Спутник «Лайт» и «Кови-Вак» делаются только до 60 лет. А вот обычный спутник, вам помню, «Кови-Вак», он делается с 18 до заграничения возраста. Показ какого документального фильма, снятого при поддержке Казанского университета, состоялся в кинотеатре «Каро». Я очень рад был, что такой фильм был снят. С большим удовольствием, как бы исторические контексты, и математическая сторона вопроса, и некие параллели с современными реалиями тоже были интересны. Так что в целом очень-очень позитивно. Мы принимали в 17.59. Есть даже заявления, которые... Всем привет! В эфире «Универ-Ньюса» в студии Елизаветы Никитина. Казанский университет опубликовал основной приказ о зачислении на бюджетные места. Итоги зачисления на бюджетную форму обучения расскажем в следующем сюжете. В этом году на бюджетные места бакалавриата и специалитета Казанского университета поступило более 3400 абитуриентов. КФУ стал лидером среди вузов России по количеству заявлений, поданных через портал госуслуги. Их оказалось более 12 тысяч. Практика показала, что электронный способ подачи документов увеличил оперативность процесса. Нет, так сказать, живых очередей, нет вот этого операционного разрыва в моменте подачи оригиналов, согласий. То есть не требуется ввести оригинал из города в город, и можно это сделать единомоментно и единосекундно. Потому что заявление о согласии 11 числа мы принимали в 17.59. Есть даже заявление, которое приходилось вычислять до секунд. То есть 17.59 и 38 секунд это последнее заявление было подано. То есть если бы человек не успел подать заявление буквально за 20 секунд, то мы бы уже не принимали его к участию. В этом году правила приемной кампании по России предусматривали всего одну волну зачисления на бюджетные места. В вузы, не справившиеся с государственным заданием, были вынуждены объявить дополнительный набор абитуриентов. Бюджетных мест на бакалавриат и специалитет в Казанском университете больше нет. И у абитуриентов, не успевших подать документы в срок, остался шанс поступить лишь на контрактную форму обучения. Страдают от зачисления в одну волну абитуриенты-середнячки. Ну, а середнячки и хвост, потому что они, как правило, не определены в своих направлениях и в вузе. Они, как правило, еще бегают из вуза в вуз, и вторая волна давала такой призрачный шанс. То есть дети, у которых не выдерживали нервы, могли забирать документы, соответственно, и могли не проходить и во вторую волну здесь, хотя могли бы оставаться. Либо, наоборот, те дети, которые надеялись на вторую волну, были вытеснены теми, кто не проходил в первой волне, допустим, в вузах центральных регионов в Москве и Питере. По итогам основной волны 205 человек были зачислены в КФУ с наивысшим баллом единого государственного экзамена. Из них 25 с переравненным к ЕГЭ результатом Олимпиад, включенных в перечень Министерства образования. 25 августа ожидается основной приказ о зачислении на бюджетную форму обучения магистратуры. Ариатна Кугушева, Фаридзе Хитаглы, Универньюз. В рамках фестиваля школьных учителей в Елабужском институте КФУ состоялась публичная лекция педагога, писателя и основателя Института неформального образования Димы Зицера. Учителя встретились со спикером, чтобы обсудить фундаментальные вопросы образования и воспитания. Беседа с первых минут приобрела оживленный и неформальный характер. Каждый новый вопрос, обращенный к аудитории, становился предметом спора и помогал педагогам взглянуть на привычные вещи в своей работе со стороны. Ребята, если вы уверены в том, что вы знаете, как надо, не ходите в эту профессию. Просто не ходите. Да, учитель – это человек, который не знает, как надо, он нащупывает это вместе с детьми. В лучшем смысле слова. Мне кажется, чем больше задавать сложные вопросы, тем лучше, вот как мы сегодня. Задавать вопросы, мучить себя – это профессия, в которой мы должны себя все время мучить. 19 августа в стенах Казанского федерального университета состоялась вакцинация сотрудников ВУЗа от COVID-19. О том, как проходит иммунизация в нашем сюжете. Остановить пандемию от COVID-19 можно с помощью вакцин. Они являются одним из важнейших инструментов борьбы с пандемией. Сегодня выездная медицинская бригада университетской клиники КФУ работала в здании Казанского университета. Сотрудников прививали вторым компонентом вакцин «Спутник Ви». Другое ее название – «Гам-Ковид-Вак». О ходе иммунизации и возрастных ограничениях рассказала заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники КФУ Татьяна Шлепченкова. «Спутник Лайт» и «Ковид-Вак» делаются только до 60 лет. А вот обычный «Спутник» – «Гам-Ковид-Вак» – он делается с 18 до без ограничения возраста. Рекомендации после вакцинации союз с теми же. Врач посоветовал не мочить место прививки два дня, не употреблять спиртные напитки и не перетомляться. Возможно поднятие температуры к вечеру в течение двух дней. Это прописано в инструкции. То есть это обычная нормальная реакция организма на введение вакцины. То есть в этом случае рекомендуется жаропонижающая, если выше 38 температуры, антигистаминная и полежать дома. Также врач напомнила, что иммунизироваться можно в поликлинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись осуществляется по телефону 2-33-30-00. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс. Показ документального фильма «Пространство Лобачевского», снятого при поддержке Казанского университета, состоялся в кинотеатре «Коро» в торгово-развлекательном комплексе «Кольцо». Все подробности далее. Признанный, но не понятый гений, один из создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский проработал в Императорском Казанском университете 40 лет. Почти половину из них был не просто ректором, а великим строителем университета. С собирательным образом ученого зрители знакомятся именно сквозь призму современности. Такова основная особенность фильма, режиссером которого выступила выпускница в ГИКа Екатерина Еременко, знакомая с математикой не понаслышке. Первое высшее образование она получила на мехмате МГУ. Мне, с одной стороны, хотелось сделать фильм зрелищным для зрителей, но невозможно делать фильм про математика, не рассказывая его математику. Конечно, на этом фильме есть, но тут тоже надо было принимать очень аккуратные решения. Мне, с одной стороны, быть точным, а с другой стороны, не очень грузит зрителей, которые вообще не готовы приходить, чтобы им очень долго объясняли какие-то формулы. И вот нужно было найти какой-то компромисс. Предложение снять фильм о Лобачевском Екатерина Еременко получила от шеф-редактора авторских телепрограмм канала Универ-ТВ Юрия Алаева. Все случилось во время визита. Екатерина Еременко в составе Берлинского университета в Казанский федеральный. Зрители, которые его увидят, я надеюсь, обратят на это внимание, он не только о математических параллелях, он не только об истории гения, о том, что нужно там бороться искать и бла-бла-бла-бла-бла-бла, как говорят. Там достаточно четко просматриваются в каких-то фрагментах параллели между Россией и той поры, вот Россией Николая Первого, и Россией нынешней. В основном фильм снимался в трех городах – Казани, Берлине и Геттингене. Дело в том, что у истоков работы Лобачевского в Казанском университете стояли западные ученые. Например, его учителем был математик Мартин Бартельс, который в свою очередь дружил с немецким математиком Карлом Гауссом. Спустя несколько десятилетий работа здесь немцев изгнали, изменилась политическая ситуация, их изгнали. И Лобачевский, когда развивал свою геометрию, его современники, они его не поняли в России. И в петербургской математике думали, что просто он на старый средств сошел с ума. И слава к нему опять пришла из Германии, потому что когда умер Гаусс, открыли его архивы и увидели, насколько он высоко ценил работу Лобачевского. Интересно и то, что в съемках, проходивших на территории Казанского университета, принимал участие и нынешний ректор Ильшат Гафуров, а также другие сотрудники вуза. К слову, на показ документального фильма в кинотеатре пришли как участники съемок, так и те, кто увидел пространство Лобачевского впервые. Я очень рад был, что такой фильм был снят. С большим удовольствием. Исторические контексты, и математическая сторона вопроса, и некие параллели с современными реалиями тоже были интересны. Так что в целом очень позитивно. Я бы посоветовал посмотреть всем, кто мыслит и кто действительно переживает, болеет душой за завтрашний день. Этот фильм не о математике. Этот фильм не о геометрии. Это действительно то пространство, которое не имеет границ, которое все время изменяется, трансформируется. И то пространство, в котором оказались все мы. Пространство может быть больше, чем нам кажется. Таков один из лозунгов фильма. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok